Всем привет! Мы отправляемся сегодня на границу с Украиной в пункт Чонгар Покажем вам немного Тавриды по пути Ну и вообще, как сделали дорогу, сколько ехать по времени Мы вот проехали сейчас Севастопольское кольцо Доехали мы из Кастрополя, до туда за полчаса Дорога свободная Время 5.44 Ну и посмотрим, сколько мы будем уже на границе И кто собирается, мало ли, вдруг сюда поехать к нам В Крым, а особенно в Кастрополь, если То будете знать, сколько у вас займет времени в пути Сейчас мы подъезжаем к Анкерману И это остается единственный такой участочек Где дорога еще такая, чуть-чуть плоховатая Вот этот участок еще не достроили И после этого уже начнется обновленная трасса Таврида Она же президентская дорога Здесь, кстати, совсем недавно, может где-то с месяц назад Сошла вот эта песочная гора на каком-то участке И то есть движение на Тавриде было перекрыто То есть сошел весь песок прямо на дорогу Но устранили довольно-таки быстро Все расчистили и движение запустили Вот так вот во время стройки, какие бывают случаи Но работа кипит Кипит, кипит, делаются быстренько все Солнышко уже встало Рассвет Рассвет сейчас в Крыму уже Если смотреть по погоде, то в 5.15 утра Заход солнца в 20 с чем-то 20-10 что ли То есть световой день уже очень большой Можно много что успеть И вот, не доезжая к Бахчи-Сарая У нас началась трасса Таврида В шикарном состоянии Две полосы В одну и в другую сторону С разделением, с карманами, со съездами Сейчас на ней разрешенная скорость По-моему, 90 км в час Но думают, чтобы было до 110 км в час Камеры обычно стоят под мостами По крайней мере, они висят, но не все работают И еще стоят люди у нас с фотофиксацией По обочинам Так что будьте внимательны Даже получается сейчас по этой трассе Нам быстрее получается ехать в Симферополь В аэропорт Нежели как раньше через Танковое Либо через Ялту То есть дорога занимает от Кастрополя До Симферополя Порядка где-то час двадцать Час тридцать Эту картину нарисовали В честь Дня Победы Смотрите, какая красота Хорошо, что дают художникам рисовать Раскрыть себя Святой трассе Здорово и страсть Вот впереди можно видеть надземный пешеходный мост Вот как раз на таких мостах и висят у нас камеры на трассе Таврида Будьте внимательны, вот видно мы сейчас прям под ней проезжаем Ограничение скорости 90 км в час Мы уже свернули сейчас трассу Таврида, которая шла на Симферополь И мы едем получается в сторону Феодосии, поворот был Но мы все равно как бы Симферополь сейчас будем объезжать, но только по большому кругу Потом выходим на Московское шоссе Отправимся в путь, посмотрим как дороги здесь И вот мы видим уже строится заправка ТЭС По правой стороне, ну и слева будет тоже, она скорее всего друг напротив друга Конечно по такой дороге ехать одно удовольствие Единственное то, что вокруг ничего таких пейзажей прям конкретных нет Поля до луга, но все равно, зато с комфортом Я думаю для многих крымчан увидеть эту дорогу, это как немецкий автобан как будто построили Все, свернули мы на Московское шоссе, страссы Таврида Показывает нам ехать 85 километров до Джанкоя И дорога сразу поменялась Уже пошли ямки Она в принципе широкая, комфортная Но с небольшой тряской массажем таким Поедем сейчас Осталось нам ехать, показывая до границы, типа час сорок Проехали мы уже по времени час двадцать две Остается 130 километров И 120 километров уже позади Мы уже получается в Джанкое Осталось нам 45 километров Остановились на заправке Атан Цены такие же, как и на южном береге Крыма 92 стоит 48 рублей, 95 52 рубля И получается, в туалете сделано все хорошо Все комфортно, все нормально Так что отправляемся дальше в путь Все, отвезли мы нашу родственницу до границы Там снимать нельзя Но мы в принципе и не рисковали, зачем нам это надо Показывать эти все границы Вот отъехали чуть-чуть и вот я вам заснял Короче, ехать от Кастрополя два часа сорок минут Но мы еще потратили на заправке десять минут Постояли и зашли в туалет Итого 2,50 получился путь И показывает по навигатору от Кастрополя до границы Двести сорок километров То есть ехать не так далеко Дорога, говорю, такая более-менее нормальная Но за счет того, что мы выехали, наверное, утром То нам повезло, мы быстренько доехали Заехали мы в поселок Медведевка Я на карте смотрю, потому что здесь мы никогда не были Перед нами соленое озеро Добраться до него, я думаю, я пробегусь, конечно, вот здесь Туда поближе заснять вам Ну, если получится, то сейчас полетаем Покажем сверху виды Потому что границы рядом, не знаю, будет ли глушить Или какие-то сбои будут двигаться То я не знаю Чайки тут летают Вода, наверное, до сюда доходила аж Но сейчас, видите, здесь песочек Прокатились вот мы тут Сколько? Три минуты Просто слой песка насыпал Смотрите, все спадает Такое оно Ходим мы прям по дну озера сейчас По высохшей части Но нам надо туда пройти Поближе В некоторых местах промыта Нога проваливается чуть-чуть Птички какие-то поют Только никого не видно В траве сидят Слышите звук, да? Утром видно, как мерцает, да? Такой кварцевый песок здесь, наверное И уже запах пошел какой как он еще будет откуда я знаю вот прошли уже часть вот уже озеро подать рукой ну юльки запах иногда тут так поддувает не особо нравится таким как сероводородом пахнет пердишом короче тухлятиной но этот там было здесь вроде прям около озера самого так не пахнет сейчас подойдем понюхаем это может пески такие начинаются мы на такую косу как бы вышли она вот так вот туда идет самый конец найти нам конечно по ней долго был бы каком-то мотоцикл на нем так проскочить было бы круто смотрите сколько ракушек смотрите это все ракушки обалдеть вот вам генеральские пляжи это все ракушка вот этот тоже все ракушку к вам перемолоть и я думал задалека это песочек это ракушняк идем и хрустим как по снегу бархантера ракушки пахнет вот вот это видишь трясиной какой-то надо вон туда он пошли туда в край да ладно что водорослями пахнет все заяц пахнет я уйду нет пойдем туда нет андрюш не она юльки здесь пахнет а мы с собой еду хотели покушать юльку убежала ей не нравится как пахнет пляж вот это тина да вот реально там вот видно шетина здесь какая-то прям такая вот от нее запах идет прям сильный такой а дальше он писать интересно сама вода воняет нет пахнет сама вода не так сильно пахнет кстати а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В таком небольшом поле ромашек я говорю вам до новых встреч, пишите комментарии, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Пока! До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!